Так. Спасибо. Нам нужно понимать, с какими объектами мы работаем. Для этого нам нужно определить элементарные функции. В общем-то, у нас вот такой достаточно, ну, не очень, технически, наверное, не очень простой кусок. Нам нужно аккуратно определить будет степень. Мы будем определять, зная свойства числа Е, зная свойства вот этой вот последовательности, которая монотонно сходится к числу Е. И до сих пор же в школе мы, в общем-то, умели возводить только в рациональной степени произвольные числа, да? А нам нужно научиться строить непрерывную функцию, то есть возводить любую вещественную степень. Вот как это делать? Ну, примерно так, как мы строили вещественные числа, с помощью приближения рациональными, фактически. Но сначала нужно, важный объект, изучить эту обратную функцию. Ну, вы, конечно, с обратной функцией знакомы по школе, но нам нужно доказать важную теорему про нее. Ну, начнем, естественно, с определения. Значит, пусть функция f, ну, давайте пока какое-то произвольное, x в y, и это биекция. Важно. Если это биекция, то это взаимно однозначное отображение. Значит, каждому x ставится в соответствии единственный y, понятно, но и наоборот, каждому y ставится в соответствии единственный уникальный x. Таким образом, мы можем определить обратную функцию или обратное отображение. Ну, давайте скажем обратную функцию, да? Значит, обратной функцией называется отображение. Обозначается оно f минус 1. Оно отображает y в x тоже биективно, да? Давайте в скобках напишем тоже биекция. Такое что? Ну, давайте так. Для любого y из y выполнено. f минус 1 от y ставится в соответствие такое x, малое из множества x большое, для которого f от x, собственно, равно y. То есть прямая функция, да, сама функция f, ее еще, ну, когда говорят про обратную, саму функцию f называют прямой. Сама функция f, каждому x ставит в соответствие некоторый уникальный y, да? Потому что уникальный, потому что это, ну, во-первых, это отображение, значит, каждому x может соответствовать не более одного y. Во-вторых, это инъекция. Значит, два разных x в один y перейти не могут, значит, и обратно. Один y в два разных x перейти не может, значит, обратная тоже функция. Мы это обсуждали, когда про отображение говорили. И эта сюръекция f, значит, обратное определено на всем y. У каждого y есть прообраз. Ну, если на конечных множествах понятно, да, все разбились в паре, да? Прямая функция, это, скажем, там дамы приглашают кавалеров, а обратная функция кавалеров приглашают, да? Тем же самым образом. Вот, значит, если есть, ну, и можно сказать отсюда вывод таким образом. Значит, что я здесь написала? Здесь я написала, что f минус 1 от f от x равно x. Если рассмотреть такую композицию, сначала взять прямую, потом обратную, и мы получим исходный элемент. И аналогично f от f минус 1 от y равно y. Это верно для любого x из множества x. Это верно для любого y из множества y. Вот, пожалуйста, единственное, не путайтесь. Здесь вот это обозначение f минус 1 может быть не вполне удачно, в том плане, что оно нас путает с минус 1 степенью, да? f минус 1 – это не 1 на f. Да, 1 на f – это мы 1 разделили. То есть обратная функция к x – это не 1 на x. Да, сейчас давайте мы приведем два простых примера. Или три, сейчас посмотрим. Примеры. Давайте первое. f от x равняется, ну, x, да, то есть y – это x. По-другому y – это x. Ну, решаем это уравнение, получается, что x – это y. Значит, f минус 1 от y – это y. То есть прямая функция ставит соответствие как бы аргументу, его самого обратно делает то же самое, да, просто остается на месте. Как бы каждый в данном случае встает в пару с самим собой, да, соответствует самому себе. Ну, например, если f от x, да, ну, здесь это можно вообще для любых, да, брать вещественных x, ну, и, соответственно, любые y, да, естественно, эта функция определена везде, и она везде биекция, да, тождественная функция, она везде биекция. Ну, например, f от x равняется x квадрат. Будем решать уравнение y равно x квадрат. Ну, уже знаем, что это уравнение на все оси однозначно не решается, естественно, да, это не биекция, ну, давайте, например, возьмем, ну, давайте какой-нибудь, а, x больше равно нуля, да, тогда x – это корень из y, да, тогда однозначно решается, если мы рассмотрим только на неотрицательной полуоси, да, тогда мы получим, что обратная функция f минус первая от y – это корень из y. Ну, и тоже y больше или равен нуля. Тут x, y где угодно, здесь у нас получается функция x квадрат, если мы рассмотрим ее только на неотрицательной полуоси, и она там строго монотонна. Что-то не так? Вот. И, ну, что значение у нее тоже неотрицательная полуось. Значит, обратная функция – это корень. Давайте обратим внимание, что если мы построим графики в одной и той же, как бы, системе координат – вот квадрат, а вот корень. Мы увидим факт, который наверняка вам в школе говорили, может, кто-то подзабыл, да, графики прямой и обратной функции симметричны друг другу относительно прямой y равно x, относительно бисектрисы первой и третьей координат на четвертей. Если в одной и той же системе координат построить, как бы поменять ролями оси, да, это корень, это квадрат. Ну, у этой функции просто график сам является этой самой бисектрисой, понятно, он сам себе симметричен относительно нее. И давайте еще один такой нетривиальный пример рассмотрим. Эти функции хорошие и непрерывные, да? Собственно, мы про них и будем доказывать теорему. Но, в принципе, у плохих функций тоже бывают обратные. Давайте рассмотрим такую функцию. Последний пример. И будем теорему формулировать. f от x равняется x, если x. Типа функции Дерехле только вот так, смотрите. И 1 минус x, если x иррациональная. Значит, y равняется x, если x рациональная, y равняется 1 минус x. Ну, давайте решать. y равняется x, тогда x равняется y, правда? И, естественно, если x было рациональным, то и y будет рациональным. Значит, пишем f минус 1 от y. Получается, равняется y, если y рациональная. Теперь решим уравнение y равняется 1 минус x. Ну, получим, что x равняется 1 минус y. Причем, если x было иррациональное, то и 1 минус x тоже иррациональное. Значит, 1 минус y. Ну, тут можно на все оси, можно, например, на отрезке 0,1. Да, нет, на все оси никогда, давайте на 0,1. Ну, график построить довольно затруднительно, но идея такая. Ну, в смысле, вообще невозможно построить. А прикинуть... Смотрите. Как бы по рациональным точкам мы идем вот по этой прямой, а по иррациональным мы идем вот по этой прямой. То есть, обратная функция равна самой? Да, обратная функция совпадает с ней самой, совершенно верно. Эта функция, она, конечно, разрывна в каждой точке, кроме одной-второй, где вот эти две прямые пересекаются. Она все время прыгает с одной прямой на другую. Да, вот как функция Дерехлия с нуля на единицу, и только в одной-второй эти прямые пересекаются, поэтому там она непрерывна, но это нам сейчас не важно. Просто теорему мы будем доказывать именно для непрерывных функций и строго монотонных. А это не является ни непрерывной, ни строго монотонной, но обратной у нее есть, в принципе, обратная функция. Для того, чтобы была обратная функция, нужно, чтобы была биекция. Это, ну, в общем-то, одно и то же. Ну, в смысле, это, как сказать, не одно и то же, конечно. Но, в общем, обратная функция есть ровно тогда, когда есть биекция. А мы докажем некие достаточные условия того, чтобы эта биекция была. Достаточные условия — это непрерывность и строгая монотонность. И мы для удобства будем доказывать теорему на отрезке. Не на произвольном множестве, а на отрезке. Хотя применять потом будем и на всей оси, но мы будем говорить, что всю ось можно представить как объединение расширяющихся отрезков. Итак, теорема 1, оба обратной функции. Пусть f, а давайте словами непрерывно, и возрастает, тут строго, вот в предыдущих двух теоремах, которые были про свойства обратной функции, там была достаточно нестрогая монотонность, и здесь обязательно строгая, чтобы была объекция. Значит, непрерывно и возрастает, или убывает. Давайте на отрезки, чтобы пользоваться просто свойствами монотонных функций, которые мы доказали на прошлой лекции. И давайте тоже, как мы уже делали, обозначим через альфа. Минимум из f от a, f от b. А b это максимум. Ну, в силу монотонности, это еще и, в общем, вся функция альфа и бета, это множество ее значений. Либо она возрастает от альфа к бета, либо она убывает от бета к альфа. Ну, мы увидим, например, ничего не поломала, например, рассматривать случай, когда возрастает. Тогда Давайте вот здесь напишем. Смотрите, тогда отображение f отрезка a, b на отрезок альфа и бета, это биекция. Это мы утверждаем, да? Сейчас будем это доказывать. Биекция. Ну, сколько можно писать следовать, но существует f минус первый, да? Во-первых, тогда это биекция. Во-вторых, сама функция f минус первый тоже непрерывна. И тоже строго монотонна, причем характер монотонности тот же. Если прямая возрастала, то и обратная возрастает. Если прямая убывала, то и обратная убывает. И возрастает, ну, в скобочках убывает на альфа. Вот такая замечательная теорема. Достаточно условия того, чтобы обратная функция была, ну и более того, чтобы она была хорошая. Если прямая хорошая, непрерывная и строго монотонна, то обязательно есть обратная, тоже непрерывная, тоже строго монотонна. Эта теорема позволит нам для элементарных функций, для обратных сразу получать результаты о непрерывности и монотонности, ничего не доказывая специально. ой, спасибо, б, конечно, это я нечаянно, б, ага, спасибо за замечание. Ну, давайте доказывать. Значит, давайте для определенности рассмотрим случай, когда возрастает. Понятно, что для убывающей все аналогично. Значит, пусть альфа непрерывно на АБ, Ф возрастает. Ну, тогда просто альфа – это Ф от А, б, Т – это Ф от Б. Понятное дело. Хорошо. Значит, почему это биекция? Надо проверить, что сюръекция и инъекция. Почему сюръекция? Потому что критерий непрерывности монотонной функции. Монотонная функция непрерывна тогда и только тогда, когда принимает все промежуточные значения. Значит, из критерия непрерывности, который мы доказали в конце прошлой лекции, непрерывности монотонной функции, следует, что для любого гамма от альфа до бета существует С из АБ такое, что Ф от С равно гамма. Следовательно, Ф – сюръекция. У любого элемента есть прообраз. Почему инъекция? Ну, в силу строгой монотонности. Разные точки не могут перейти в одну и ту же, потому что разные переходят в разные в силу монотонности. Если Х1 строго меньше Х2, то Ф от Х1 строго меньше, чем Ф от Х2. Да? Да? Да, обратная определена на альфа-бета. Прямая функция отрезок АБ переводит в отрезок альфа-бета, обратная альфа-бета переводит в АБ. Значит, обратная определена на альфа-бета на множестве значений. То есть прямая и обратная функции меняются областью определения множеством значений. Для обратной области определения прямой становится множеством значений, а множество значений прямой становится областью определений. Понимаете, да? Значит, если х1 меньше х2, ну, меньше или больше, так можно написать, то есть не равно, то f от х1 строго меньше или строго больше. У нас она возрастает, да, именно так. Следовательно, инъекция. Так понятно? Если х не равны, то один из них строго больше, чем другой. Но тогда и значение функции строго больше. Значит, две точки слипнуться не могут. Значит, инъекция. Но следовательно, биекция. Следовательно, биекция. Следовательно, существует f минус 1. Вот мы первое утверждение теоремы доказали. Теперь монотонность, сначала монотонность, а потом снова по критерию непрерывности уже непрерывность. Ну, кстати, здесь можно было даже критерием непрерывности не пользоваться. Здесь прохождение непрерывной функции через промежуточные значения, оно и не для монотонных, оно для любых непрерывных справедливо, на самом деле. Ну, мы уж, так сказать, чтобы с одной теоремой работать. А вот обратно понадобится именно монотонность. Поэтому сначала давайте монотонность проверим. Проверим монотонность. Давайте предположим противное. Мы хотим доказать, что обратная функция тоже возрастает. Предположим, это не так, да? Значит, предположим, что f минус 1 не является возрастающей. Тогда что это значит? Значит, ну вот это вот условие хоть на одной паре точек нарушается. Найдутся точки у1, у2 из альфа-бета, такие, что у1, например, меньше у2, а значение больше или равно на у1. Но f минус 1 от у1 больше или равно? Да? Предположили, что нарушилась монотонность. А давайте обозначим. х1 это f минус 1 от у1, а х2 это f минус 1 от у2. Что тогда получается? Смотрите. х1 и х2 уже из-за b, да? Потому что у обратной функции множество значений это отрезок а-b. х1 больше или равно, чем х2. Но тогда в силу строгой монотонности прямой функции f f от х1 будет больше или равно, чем f от х2. Так как f возрастает. Правда? Если значение аргумента больше, то и значение функции больше. А если равно, то равно. А если бы х1 было строго больше, то f от х1 было бы строго больше. А так оно может быть равно, тогда f от х1 может быть равно. А нам этого достаточно. Ведь смотрите, ведь f от х1 это у1, но f от х1 это что? Это f от f минус 1 от у1. Это у1. Ну и то же самое с f от х2. Это f от f минус 1 от у2. То есть это снова у2. Ну получили, что у1 больше или равно у2. И пришли к противоречию. Вот мы начали с того, что у1 меньше, чем у2. А применив строгую монотонность, получили, что должно быть больше или равно. У нас противоречие появилось еще тогда, когда мы написали, что f от х1 больше или равно, чем f от х2. Нет, почему? У нас х1 больше или равно х2. Тогда f от х1 больше или равно f от х2. Вот это еще не противоречие. А вот когда мы выяснили, что это на самом деле у, вот это уже действительно противоречие. Значит, наше предположение неверно. Значит, функция является строго монотонной. Давайте это запишем. Функция какая? f минус 1. Значит, f минус 1 строго возрастает. Осталось показать, что она тоже непрерывна. Но это потому, что она принимает все свои промежуточные значения. Значит, она принимает все значения из АВ, потому что бигекция, да? Следовательно, непрерывно. Где? Ну, на области своего определения на альфа-бета. Снова критерий. Вот тут действительно важно, что это именно критерий непрерывности монотонной функции. То есть первый раз, когда мы его применяли, в принципе, монотонность была необязательна, потому что любая непрерывная функция принимает все промежуточные значения. А здесь важно, функция принимает все промежуточные значения. Этого еще не достаточно для непрерывности, но она монотонна. А этого уже достаточно. Все теорема полностью доказана, все свойства мы доказали. Обратите внимание, что характер монотонности тот же. Может показаться, раз прямая тип возрастает, то обратная должна убывать. Это неправда, да? Прямая возрастает и обратная возрастает. Ну, как квадрат и корень, они оба возрастают. Ну, все. С примерами я привела до теоремы. Вы видите, что это только достаточные условия. То есть если так, то есть обратная функция, она хорошая. Но вот последний, третий пример показывал, что и у немонотонной разрывной функции тоже может быть, в принципе, обратной. Но это уже отдельные случаи, а мы общую теорию рассматриваем. Нам важна будет сейчас вот эта теорема. Сейчас я по времени сориентируюсь, ладно? Ага. Ну, сейчас у нас некая деятельность, она начнется сегодня, а закончится только на следующей лекции. Нам надо вот аккуратно определить экспоненту с вещественным показателем и изучить ее свойства. А потом уже будет легко, потому что логарифм мы получим как обратную по этой теореме, произвольную степенную мы получим, ну, то есть х в произвольной вещественной степени мы получим как композицию. Покажу это легко, про композицию мы все знаем. Тригонометрический, я вам скажу, все, что мы помним из школы, мы будем считать, что мы это знаем, и снова мы докажем непрерывность. Обратный тригонометрический мы получим по теореме об обратной. И на этом простейшие элементарные функции исчерпываются. Это те кирпичики, из которых строится любая элементарная функция. Вот все, что я перечислила, ну, плюс постоянная функция, константа. И мы будем, как бы, знать все-все про элементарные функции. Хорошо. Ну, как бы, какой бы сделать подзаголовочек. Давайте сначала определение и свойства степени. Это новый подзаголовочек и свойства степени с рациональным пока. Показателем. В принципе, в принципе, ну, много чего знаем из школы, но вот тут все-таки давайте аккуратно повторим. То есть что-то повторим, а что-то будет новое, наверное. Значит, сейчас нам нужно определить именно степень, то есть х в рациональной степени, чтобы потом мы в качестве х возьмем е, а потом уже, зная свойства е в рациональной степени, мы определяем е в произвольной вещественной степени. План такой. Вот. Поэтому не удивляйтесь, что мы вроде объявили показательную функцию, а работаем со степенными. Так надо, мы перейдем. Второй момент. Я буду обсуждать только в случае х больше нуля. Могут возникать вопросы, а что, разве мы не можем отрицательные числа возводить, например, в целые степени? Конечно, можем. Но отрицательные числа не в любые степени возводятся. Да, уже там корни, не любые извлекаются. Поэтому я сейчас хочу строить общую теорию. Общую теорию мы построим для случая х больше нуля. А потом мы просто скажем, что для некоторых степеней, например, для целых, можно распространить это все на отрицательную полуось, просто симметричным образом, четным или нечетным. А пока сосредоточимся на х больше нуля. Итак, пусть х больше нуля. Наверное, я не буду громоздить определение. Тут будет много маленьких мелких фактиков. Давайте это просто будет как некоторое изложение. Значит, по определению. Ну иначе это будет какое-то или очень длинное определение, или очень-очень много мелких. Не хочется, честно говоря, тратить на это время. Положим. А так будет некая общая конструкция просто. Для любого м натурального х в степени м. Я вот так вот, да, значок присвою, то есть по определению. Ну, как мы привыкли, х умножить на себя м раз. М раз. Хорошо. Давайте сразу, чтобы не забыть, х в нулевой по определению положим равным единице. Так, что можно сказать про функцию х в степени м? Я хочу корень научиться извлекать. Корень – это обратная функция к степени. Ну, к целой степени. Чтобы обратную, нужно показать, что она непрерывная и монотонная. Это очень легко, но, тем не менее, давайте проверим. Почему мы, собственно говоря, имеем право так лихо извлекать корень? И почему сохраняется монотонность? Значит, функция у равно х в степени м непрерывно и возрастает на… Ну, еще раз, да, давайте считать, что х строго больше нуля, чтобы не возиться, потому что в отрицательную степень ноль уже не возведешь. Чтобы не каждый раз не оговаривать, что-то говорится, что х больше нуля, и все. С нулем там все понятно. Значит, почему? Так как? Ну, непрерывность. А помните, мы когда начинали непрерывность изучать, я привела простенький пример, что предел… Даже не непрерывный, даже когда пределы мы только начали, да, что у функции у равно х, предел в каждой точке а – это а. Да, помните, сказал, что это очень простой пример, но он нам пригодится. Вот он нам пригодился. Смотрите, мы знаем свойства, что предел произведения – это произведение пределов, ну, если они существуют, да. А этот предел существует, мы доказывали, что он равен а, по гейне, например. Можно покажи. Значит, получаем, что это а в степени м. Да, то есть скажем, что предел от х в степени м – это предел от х умноженный на себя м раз. Вот, м – конечное число. Поэтому воспользуемся теоремой произведения пределов, предел х в каждой точке а – это а, значит, произведение пределов будет произведение а на себя м раз, то есть а в степени м. Да, если у нас х – это одна вторая, например, а функция не просто. А, сейчас, сейчас, стоп, стоп, стоп. Сейчас. Нет, 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 это вы по степени идете, а я по х. Чем больше х, тем больше х в данной фиксированной степени. Это же правда? Да, да. Это вы степень возводите, это другое, это тоже будет, но это потом. Ну, вот, а пока я имею в виду, что м фиксировано, а х растет. Давайте попробуем написать, да, значит, это непрерывность. Возрастание, пусть х1 меньше х2, но они больше нуля. Тогда я напишу разность х2 в степени м минус х1 в степени воспользуюсь. Ну, помните эту формулку, да? х2 минус х1, х2 в степени м минус 1 плюс м минус 2х1. Ну, если кто не помнит, она проверяется просто непосредственно перемножением. Там все члены, кроме самого первого и самого последнего, взаимно уничтожаются. М натуральная, да, то есть тут все нормально, целая. Ну, это скобка положительная, пусть х2 больше х1, и это, понятно, положительная, пусть тут сумма положительных чисел. Так что все нормально, следовательно, возрастает. Ну, а тут, кстати, надо было написать, да, следовательно непрерывно. Все, значит, можем применять теорему, значит, существует обратная функция. Ну, мы, значит, теорему доказали на отрезке, но ведь любое можем рассмотреть на любом отрезке. Если на любом отрезке есть обратная функция, значит, она есть и на всей полуоси, да, значит, существует f минус 1 от x, ну, от y, да, давайте, да, значит, y равно x в степени m, x равняется y в 1 на m. Да, это обратная функция, ну, или корень m-т степени. Что я хотела сказать, не знаю, что она тоже непрерывно и строго возрастает. Мы когда-то функционируем определяем, да? Да, да, по определению мы говорим, что корень, то есть, да, ну, давайте, давайте я сейчас напишу, а потом скажу еще раз, она тоже непрерывно и возрастает. То есть, как, да, мы определяем корень, получается? Вот мы хотим взять корень, да, то есть, корень степени m из x или то же самое x в 1 м-т, да, это по определению равно y такому, что y в степени m – это x. Какое бы мы ни взяли положительное число x, да, мы можем его погрузить в какой-то отрезок ab на положительной полуоси и сказать, что там работает теорема об обратной функции, значит, есть биекция, значит, это уравнение имеет единственное решение. Что значит, что есть обратная функция, что есть биекция? Значит, мы можем, по-простому для нас, да, мы можем решать уравнение, и уравнение всегда будет иметь решение, и это решение единственное в силу того, что биекция. Значит, мы корень из любого положительного числа однозначно извлекаем. Это то самое положительное число, которое при возведении в степень дает наше, и это число единственное. Ведь сколько там до перерыва осталось? 5 минут. Ага, спасибо. Давайте тогда отрицательно определим. Далее. Для любого n, давайте натурального, скажем, что x в степени, значит, x всегда положительный, я не оговариваю каждый раз, да, x в степени минус n по определению это одна x-овая умножить на себя n раз. Ну, можно коротко сказать, что эта функция непрерывно и убывает. Непрерывность понятна, потому что частные непрерывных функций знаменательнее обращаются в ноль. Убывание, ну, можно прокомментировать, да, то же самое, смотрите. Посмотрите, если x1 меньше x2, то 1 там на x2 в степени n минус 1 на x1 в степени n будет x1 в степени n минус x2 в степени n. И мы получаем, что знаменатель-то, понятно, положительный, а числитель отрицательный. Сейчас я отойду, будет видно. Значит, все это меньше нуля. Ну, приведем просто к общему знаменателю. x1 меньше x2, уже знаем, что x1 в степени n тогда меньше, чем x2 в степени n. Значит, эта функция убывает. И, наконец, положим по определению, я хочу рациональную степень, да, значит, пусть. n на n, n на m давайте, n на m. Значит, n целая, m натуральная. Положим по определению. Сейчас я напишу, и надо еще проверить корректность. Значит, x в степени n, так, n целая n на m, это либо x в степени 1 на m и в степени n, либо, я вот тут ставлю знак вопроса, это мы еще не проверили, сначала в степень n, а потом 1 на m. Вот определю, x в рациональной степени, таким образом, да, либо сначала извлеку корень степени m, m натуральная, могу извлекать корень, да, потом возведу в целую степень, в целую степень, в любую могу, в положительную научилась, в нулевую сказала, в отрицательную научились. Либо, говоря наоборот, сначала возведем в степень, потом извлечем корень. Вопрос, почему, это одно и то же. Вот давайте это проверим и отдохнем после этого. Сейчас там как-то это не запутаться, только. Обозначим. x в степени 1 на m, например, y, а x в степени n в степени 1 на m, например, z. z, например, да? Хорошо, тогда. Значит, ну раз это так, то по определению x – это y в степени m. Тогда x в степени n – это y в степени mn. Так, и что же? Сейчас, да, да. И это же вот отсюда, это как бы, смотрите, это вот отсюда. Потому что, нет, вот это отсюда. Это не отсюда, это я просто в степени возвела, вот это равенство отсюда, да? Обратное. А вот отсюда получается, что это z, ну это, сейчас, давайте аккуратнее еще это скажем. Вот это x в степени n, это z в степени m. Вот, вот, они как бы это вот так. Если z – это корень m, то из степени из x в степени n, то из x в степени n – это z в степени m. Значит, получается, вот эти две штучки равны. Сейчас я допишу и будем отдыхать. Сейчас все получится. Значит, y, m, n же можно вот так записать. Про целые степени мы, естественно, свойства знаем, да? Но это понятно, они проверяются руками. Это z в степени m, а в силу монотонности функции z в степени, y в степени n – это z. То есть, что такое y в степени n – это как раз-таки вот так. А что такое z – это как раз-таки наоборот. Вот. Вот мы проверили корректность определения, что можно так, а можно эдак. Ну, сейчас вот вторая половина лекции будет примерно такому посвящена. Честно скажу, я не очень особо, очень уж люблю эти вещи, но их надо проделать, чтобы убедиться, что у нас фундамент, так сказать, прочный. Давайте перерывчик. Сейчас давайте. Нет, ну это, конечно, верно в любом случае. В смысле, там неоднозначное определение? Ну, как бы, переход от x в степени 1 на n в степени n. Не верим, что x в степени n в степени n в степени n. То есть, если x равен минус 1, а n… Нет, x нельзя минус 1. Нет. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Ну что ж, давайте продолжать. Садитесь. Итак, мы определили х в произвольной... Значит, любое положительное число в произвольной рациональной степени. Определили. Есть. Давайте свойства проговорим. Те, которые нам нужны. Я три свойства отмечу, которыми буду пользоваться. Значит, ну, снова, да, пусть х больше нуля. Пусть у меня есть две рациональные степени. Значит, n1, n2 целые, m1, m2 натуральные. И еще для удобства я обозначу d, это х в степени 1. Так, у меня m-ки будут знаменателями на m1. Я постараюсь писать покрупнее, чтобы было видно. Да, вот х в степени 1 на m1, m2. То есть корень такой степени из х обозначу через d. Это для удобства. Ну, n, m это будут у меня показатели степеней. Значит, и пусть r1 это, соответственно, n1, m1, r2 это n2, m2 это рациональные числа. Тогда получается, да? Я хочу доказать три свойства. Первое, что х в степени r1 умножить на х в степени r2 это х в степени r1 плюс r2. Второе, что если возвести в степень и еще в степень, то степени перемножатся. И третье, монотонность. Ну, тут уже вот то, что вы говорили, х больше единицы. Если х больше единицы, то тогда чем больше степень, тем больше результат. Да, и сделали мне важное замечание. Давайте тоже это говорим. Давайте считать всюду, что все эти дроби не сократимы, чтобы не возиться. Ну, чтобы про единственность говорим. Считаем все рациональные числа, давайте, не сократимы. То есть, если сократимы, сначала сокращаем, чтобы еще не возиться с множественными определениями, что 1 2 и 2 4 это одна и та же степень, понятно, да? Ну, мы же так и договаривались, что рациональные числа это несократимые дроби. Вот давайте так и считать. В принципе, по определению можем и в сократимые возвести, но давайте считать, что сократили уже. Поехали. Первое. Я сразу, я не буду как теорем оформлять, просто буду сразу пытаться доказать свойства. Итак, х в степени r1 умножить на х в степени r2. Это х в степени, так не путаться, n1 к m1 на х в степени n2 к m2. Скажу, что... Ага, да, множу. Скажу, что это так. Знаете, что? Давайте, чтобы я вот сюда перенесу, чтобы не налезло. Что это х в степени n1 m2 m1 m2 на х в степени m1 m2 m1 m2. Короче, у степеней сделаю знаменатели одинаковые m1 m2. Тогда скажу, что это х в степени 1 на m1 m2 по только что доказанному, да? 1 m2 на х в степени 1 m1 m2 в степени... Давайте вот одну прям подробно пропишу. Первое свойство, чтобы было понятно, что никаких фокусов нет, да? Написали, написали определение, степени сделала... Ну, вот здесь домножила, да? Были несократимые, я сделала сократимыми, домножила. Воспользовались вот тем свойством. То свойство работает для сократимых тоже. Записала вот так. Теперь соображу, что это d у меня. Это d в степени... d в степени какому-то сначала... Спасибо, спасибо, n1 m2. Всё. Умножить на d в степени... Тогда должно быть m1 n2, да? Для целых степеней давайте договоримся. Мы свойства знаем, но они сразу следуют из определения. Просто перемножаем нужное число раз. Это будет d в степени n1 m2 плюс m1 n2. Это будет x в степени 1 на m1 m2 в степени m2. И снова пользуемся вот тем доказанным. Это будет x в степени... Ну а теперь просто эту степень сокращаем, да? Делим по члену и сокращаем. Это просто уже работа со степенью. Можно я сразу напишу? Получается x в степени r1 плюс r2. То есть пользуемся свойством целых степеней, которые следуют непосредственно из определения, да? И вот определением то, что мы можем сначала извлекать как бы корень, потом возводить степень, можем сначала возводить степень, потом извлекать корень. Это одно и то же. Первое... Ну получила то, что я хотела. Не знаю, что проверили. Я ничего не заявляла. Вот я заявляю. Вот я подчеркну, что я хотела получить. Вот я получила. Второе. Теперь хочу возводить в степени еще раз. В степени x в степени r1 и в степени r2. Поехали. Это x в степени n1 к m1. Ну так же надо как-то мухлевать. Давайте соображать. Значит, домножу на m2. Ну пока так. Это будет. Значит, могу... Можно я сразу напишу, что это d в степени n1, m2? Правда? Потому что... Ну вот как я здесь расписала, да, это x в степени 1 на m1, m2. Ну а это d. Мы уже это говорили. Теперь так. Сейчас на ту доску. вот так скажем, n1, потом в степени m2. И эту степень тоже распишем, да. В степени n2 на m2 можно сначала возвести в степень 1 на m2, а потом в n2. То есть я вот внутреннюю скобку расписала. Но это по свойствам целых степеней, да, можно в степени в степень. Дальше, я сказала, мы доказали, что возвести в рациональную степень можно, например, сначала извлечь корень, а потом возвести в степень числитель. Вот эти две штуки взаимно уничтожаются по свойству обратной функции. Да, мы сначала возвели в степень, потом извлекли корень той же степени. Получили то, что было. Значит, это получается d в степени n1, m2. Вот можете как-то себе пометить, да, что вот эти две взаимно уничтожились. Вот теперь вспоминаем, что такое d. Это x в степени 1 на m1, m2, n1, m2. По свойству степеней можно записать это единой дробью. 1 на r2. Вот я получила второе свойство. И последняя заготовка для монотонности. Она справедлива для x. Ну, мне нужно возрастание для x большего единицы. Но все равно мы потом будем применять это к x равное e. e уж всяко больше единицы. Так что это нас никак не ограничит. Третье пусть. Ну, тут я пропишу, что мы хотим доказать x больше единицы. r1 меньше r2. Тогда x в степени r1 меньше, чем x в степени r2. Тут, наверное, проще доказывать просто преобразованиями. При эквивалентном преобразовании мы получим, что верно, да? Мне кажется, так проще. Значит, скажем, что x в степени n1 к m1 меньше, чем x в степени n2 к m2. Чему это равносильно? Снова домножим. Можно уже коротко. Да, d в степени n1, m2 меньше. Да, я домножила здесь на m2 и также вот свернула с d. А тут d в степени n2, ну, m1, n2, неважно. Число d у нас положительное, ну, даже больше единицы, да? Чем, ну, тут мы уже говорим, что чем. Нет, все правильно, число d больше единицы. Для целых степеней мы знаем, да? Что если число больше единицы, то в чем больше степень, тем больше и результат возведения в степени. Значит, это равносильно n1, m2 меньше m1, n2. Здесь напишем так, как d больше единицы. Для целых степеней свойства монотонности знаем. Ну, проверяется непосредственно. И делим на m1, m2. Они натуральны, положительны. Имеем право неравенство на них делить. Значит, это равносильно. Что там написано? Что там написано? Слева что написано? n1? n1, m2. Спасибо. Значит, n1 к m1, m1 переносим сюда, m2 к m2. Ну, так и должно быть, да? Равносильно r1 меньше r2. Да, это верно. Это мы предположили. Ну, чтд. Ну, у нас не было слова доказательства, так что не будет чтд. Просто проверили. Все, вот три нужных мне свойства я проверила. Я их буду применять, еще раз говорю, к степени рациональной числа e. e – это положительное число, больше единицы, так что все хорошо. Почему я выбираю число e? Потому что мы про него знаем. Мы про него знаем симпатичную оценку. Давайте докажем лему. Лему 1. Пусть r – рациональное число от нуля до единицы. Ну, левое неравенство очевидно. Я его прямо назову цифрой 1, оно мне будет очень нужно. Значит, e – это e. Это основание натурального логарифма. А точнее, а и рациональное от нуля до единички. Ну, левая часть неравенства очевидна, потому что e больше единицы, любое число больше единицы, в степени больше единицы. Мы докажем правое. Что это за неравенство? Зачем нам такое замечательное неравенство? Смотрите, это по факту непрерывность экспонента. Если r стремится к нулю, то e в степени r стремится к единице, говорится тут, потому что слева 0. Если r пойдет к нулю, то правая часть пойдет к нулю. Правда, здесь 0, а знаменатель к единичке. Значит, в те времена двух милиционерах e в степени r – 1 пойдет к нулю. Фактически, это заготовка для непрерывности Е в степени. Только пока в рациональной, потому что веществ нам пока не научились. Но это очень-очень важное для нас неравенство будет. Вот на сегодняшнюю и на часть следующей лекции, пока не докажем теорему про экспоненту. Давайте доказывать. Ну, давайте левая часть неравенства очевидна. Левая часть очевидна. Так как Е больше единицы, проверим правую. Так, вспомним. Так прямо и напишем. Вспомним, что у нас, помните, мы ее чуть ли не в рамочку обводила, число Е было зажато между двумя последовательностями. Вот такая последовательность строго возрастала к числу, а вот такая строго убывала. Предел у обеих последовательностей был равен Е, значит Е – это точная верхняя грань первой последовательности, точная нижняя – второй. Значит, она зажата для любого натурального Н, зажата строго между ними. Отлично. Очень даже хорошо. Давайте сначала с левой частью неравенства поработаем. Значит, из левого. Что следует? Что Е в степени 1 на Н больше, чем 1 плюс 1 на Н для любого натурального Н. Не удивляйтесь, нам надо доказывать меньше, а мы доказываем больше, и все нормально, все получится. Должно. Давайте правое. Из правого. Что Е в степени 1 на Н плюс 1 меньше, чем Н плюс 1 на Н. Сначала так, извлеку корень. Корень могу извлекать, потому что мы договорились, что свойства рациональных степеней, и для них мы монотонность знаем. Я хочу перевернуть это неравенство. Скажу, что тогда Е в степени минус 1 на Н плюс 1 больше, чем Н на Н плюс 1, а это равно минус 1 на Н плюс 1. Такое вот нехитрое преобразование. Правда? Обозначим. Там минус Н плюс 1. Ну, или лучше К равно. Так, понятнее. 1. Тогда что мы получили? Е в степени 1 на К больше, чем 1 плюс 1 на К. Правда, я вот эту дробь заменила на 1 К. Тогда тут тоже будет 1 плюс 1 К. Дробь с минусом – это 1 К. Какое К? Но Н с единичкой, значит, с минус 2. К равно минус 2, минус 3 и так далее. Значит, смотрите, я доказала для любого Н с единички. Начиная, я проверила это неравенство для любого целого. Ну, НК неважно с минус 2. Давайте еще для минус 1 проверим. Е в минус 1 больше, чем 1 минус 1. Верно. Ну, для нуля, естественно, проверять бессмысленно. 1 на 0 не определено. То есть фактически я проверила, что Е в 1Н больше, чем 1 плюс 1Н для всех целых, кроме нуля. Для нуля не проверяется. Ну, это очевидно, потому что это 0 – это положительное число. Ну, давайте напишем и так. Давайте, чтобы к М подвести, я напишу, а вообще все это назову М. Итак, Е в степени 1 на М больше, чем 1 плюс 1 на М для любого М целого. М целого без нуля. Возведу все это в степень Н. Тогда. Смотрите, для любого Н, вот так скажу. Я тут немножко чуть-чуть поменяла против стандартного определения рационального числа. У рационального числа мы говорим, числитель у нас целый, а знаменатель натуральный. А здесь я знак приписала знаменателю. Я говорю, числитель натуральный или 0, а знаменатель целый, но без нуля. А просто знак перенесла в знаменатель из числителя. Это не влияет на определение рационального числа. Что же выполнено для любого? Возведу в степень. Получу Е в степени Н на М больше, чем 1 плюс 1 на М в степени Н. И вспомним неравенство Бернули. 1 плюс Х в степени. 1 плюс Н на М. А я это и хотела. Я получила оценочку на Е в рациональной степени. Вроде бы кажется, что в другую сторону, но это только кажется. Сейчас все будет. А следовательно, для любого К рационального, ведь мы любое рациональное число можем представить, как Н на М, где Н натуральный или 0, а М целое без нуля. У нас выполнено. Е в степени К строго больше, чем 1 плюс К. Вот. Все. Фактически все. Сейчас буквально одна строчка. Положим. Пусть у нас же R, пусть R рациональная. 0 меньше R меньше 1. Давайте вот это неравенство как-нибудь. Звездочка, она промежуточная у меня, не такое важное, поэтому я его без номера звездочкой назову. Положу в неравенстве звездочка. Q это минус R. Я же звездочка доказала для любого рационального, не важно какой знак. Пусть будет отрицательный. Тогда что мы получим? Е в степени минус R больше, чем 1 минус R. Ну, а это и означает, что Е в степени R меньше, чем 1... Ой, сейчас, что-то не то. 1 минус R. А куда у меня R делается? А, я единичку еще не вычла. Все нормально. 1 минус R. Вычтем единицу из обеих частей. Вычтем единицу как раз наверху R. Все. Доказали. Ну, не одна, две строчки. Ну, доказали. Ну, в принципе, ничего сложного нет. Вопрос, ну, как до этого додуматься? Ну, вот додумались. Увидели оценки, которые у нас были для экспонента, покрутили их. Нам хочется показать, что экспонента близка к единице. С помощью этих оценок удалось вот так вот показать, что действительно, если R... Чем ближе R к нулю, тем ближе Е в степени R к единице. Все. Ну, в общем-то, пришло время определять экспоненту в произвольно-вещественной степени. Сейчас я посмотрю, что у нас. Давайте. Значит, пусть теперь... Давайте дадим определение, а потом будем доказывать его корректность. Альфа – произвольное вещественное число. Обозначим. М1 – это множество Е в степени R, таких, что R рациональное, R меньше или равно альфа. Пока формально я пишу такое множество, и гамма 1 – это супремум М1. М2 – это множество Е в степени R. Ну, то есть то же самое, приближаем рациональными, а мы ничего другого сделать и не можем. Гамма 2 – это инфимум М2. Почему они существуют? Сейчас у нас будет лемма 2, мы там обсудим. Да, то есть что мы можем? Как можем определить Е в произвольно-вещественной степени? А вот так определить... Зажать между гранями. Определить, Е во всех рациональных больше или равных, Е во всех рациональных меньше или равных. И сказать, что посерединке будет находиться наше Е в степени альфа. Значит, лемма 2. Ну, а потом, собственно, мы и дадим определение, что это и есть Е в степени альфа. Гамма 1 равно гамма 2. Такая вот нехитрая формулировка леммы. Почему они существуют, мы зашьем в доказательства. Сейчас я гляну. Ну, надеюсь... Успею за оставшееся время доказательства. Ну, во-первых, почему они существуют? Ну, давайте для гамма 1, для гамма 2 аналогично. М1, очевидно, не пусто, да, ведь всегда есть рациональные числа, которые меньше, чем альфа. Е в рациональную степень мы возводить умеем. Очевидно, что М1 не пусто. М1 не пусто. М1 ограничено сверху. Чем? Ну, тут вот нам важно, можем сказать, что любым числом Е в степени R, где R больше или равно, чем альфа. В силу монотонности, да? Если у меня рациональное число больше или равно, чем альфа, а другое меньше или равно, чем альфа, то и Е в степени связаны тем же соотношением и свойства 3. Значит, все элементы вот этого, любой элемент множества М1 меньше или равен любому элементу множества М2. И свойств... Значит, М1 и М2 содержат только Е в рациональных степенях. В рациональной степени мы возводить умеем. Свойства их мы знаем, да? Значит, если элемент отсюда, то у него показатель меньше, чем у элемента отсюда. Значит, любой элемент М1 меньше или равен любому элементу М2. Это важно. Следовательно, существует супремум М1 равно гамма-1. Аналогично существует и М2 равный гамма-2. И скажем еще, да, так как любой элемент М1 меньше или равен любому элементу М2, то гамма-1 меньше или равно гамма-2. Вот давайте вот это чуть-чуть обсудим. Значит, вот это вот и свойства 3, да? Да, если что, свойства 3, вот степеней с рациональным показателем, да, как я сказала. Запишите и давайте вот чуть-чуть обсудим. Я пока записываю, пока сотрусь с этой доски. Да, вот это я хочу обсудить, да? Это вообще общий факт. Если у 2 множества А и Б, ну или М1, М2, хорошо, и любой элемент М1 меньше или равен любому элементу М2, то точные грани. Почему, да? Смотрите, ну, можно отпротивно, а можно так сказать, любой элемент М1 меньше или равен любому элементу М2, следовательно, супремум М1 любого элемента М2. Потому что это как бы верхняя грань, да, а супремум – это точная верхняя грань, она наименьшая сверхверхняя грань. А тогда получается, что любой элемент множества М2 больше или равен некоторого числа, значит, теперь эта нижняя грань, она меньше или равна точной нижней грани. Следовательно, как бы по частям переходим. М1 меньше или равен ИФМ2. Это для любых множеств, их специфика не важна. Отлично. Осталось показать, что они на самом деле равны. Покажем, что гамма-1 равно гамма-2. А тут мы вспомним, как мы приближали вещественные числа рациональными. Значит, смотрите, скажем, что для любого... Мне сейчас сложно в уме, тут довольно громоздко, когда мы по ипсам будем строить дельта, я потом подберу, я сначала скажу для любого дельта, потом получу неравенство и решу его. Пока я скажу так, для любого дельта большего нуля существует R1, R2 рациональные, такие, что... Смотрите, ну давайте целая часть альфа, чтобы целым числом было меньше или равно R1 альфа, меньше или равно целая часть альфа плюс 1, и при этом R2 минус R1 меньше дельта. Помните свойства, с чего мы начинали, да? Свойства рациональных чисел. Любое вещественное можно зажать между двумя рациональными со сколь угодно маленькой разницей. А я их еще так подгоню, чтобы это было... Ну, целая часть альфа либо равна альфе, если альфа целая, ну тогда тут просто равенство. Либо она меньше, между любыми двумя неравными, можно поместить рациональное. Эти всегда меньше, да? Альфа допускается, что рациональное. Там ситуация какая? Если альфа рациональная, то супремум М1 – это его верхний, господи, как это называется, наибольший элемент. Он просто лежит в нем. И он же наименьший элемент М2. Тогда они по этому элементу пересекаются. Е в степени альфа – рациональное число. А если альфа и рациональная, то он не принадлежит. Это вот строго как бы между ними. Тогда супремум строго больше любого элемента из М1 и строго меньше любого элемента из М2. Ну, если успею сегодня об этом еще поговорю, если нет, на следующий раз с этого начнем. Это не так. Найдем время еще это обсудить еще разок. Короче, вот это можем сделать, да? Так, да. Так, альгамма-1 и гамма-2, да? Что можно сказать? Сейчас, секундочку. Е в степени р1 меньше или равно гамма-1, извините. Меньше или равно гамма-2. Значит, р1 меньше или равно, чем альфа. А, значит, это элемент множества. Это принадлежит М1. М1 – это супремум М1. Это инф М2. А это принадлежит М2. Значит, так. А что гамма-1 меньше или равно гамма-2, мы только что обсудили. Значит, эта цепочка верная. Вычтем. И воспользуемся свойством степеней. То, что там может. Ну, сейчас увидим. 0 меньше или равно гамма-2 минус гамма-1, меньше или равно е в степени р2. Да? Вычту средней и крайней части неравенства. Здесь воспользуюсь свойством степеней. Вынесу е в степени р1 за скобочку. Воспользуюсь неравенством... Ну, давайте воспользуюсь неравенством 1, да? Вот это к этому r2 минус r1 применим. Мы оценили, там е в степени r минус 1. Как раз r2 минус r1 – это r. Чем е в степени r1. А тут будет r2 минус r1. Вот. Зачем мне неравенство? Это только первый раз. Мы еще, ну, уже на следующей лекции еще несколько раз его будем применять. Ну, теперь скажу, что е в степени r1 меньше, чем е в степени целой части альфа плюс 1, например, чтобы чисто через альфа оценить. А это дельта на 1 минус дельта. И вот это можем сделать равно эпсилон. И отсюда эпсилон найти. Извините, отсюда по эпсилон найти дельта. Можно я не буду сейчас решать это уравнение? Оно решается, да? Значит, для любого эпсилон большего нуля найдется дельта от эпсилон больше нуля. Вот я покажу, вот отсюда найдется, да? Вот отсюда найдется из этого уравнения. Решение вот этого уравнения. Каждый из вас может его решить к своему удовольствию. Такое что? А что? Понимаете, что получилось 0 меньше или равно гамма 2 минус гамма 1 меньше эпсилон. Правда? Но ведь гамма 2 и гамма 1 ни от эпсилона, ни от дельты не зависят. Это абсолютная величина. Значит, они просто равны. Мы их сделали меньше любого наперед заданного эпсилона. То есть как мы сделали, да? Нам дали эпсилон и по эпсилону. Вот из того уравнения нашли дельта. Поэтому дельта нашли рациональные числа. Сделали какое-то преобразование. И получили, что разница между гамма 2 и гамма 1 меньше эпсилон. Значит, мы его сделали меньше любого наперед заданного эпсилона. Разница между двумя числами фиксированная может быть меньше эпсилона, только тогда, когда они равны. Все, давайте сейчас я закончу доказательство. Дадим определение, чтобы на мажорной ноте закончить. И я вас отпущу. А все обсуждения с них начнем в следующий раз. Самое главное, мы сегодня определим экспонент. Значит, для любого эпсилона большего нуля, 0 меньше равно гамма 2 минус гамма 1 меньше эпсилон, то есть гамма 1 равно гамма 2. Четыре. И определение, только напомните, какое. У нас было вообще какое-нибудь? Да, мы начинали. Одно было, да? Странно. Вроде надо уходить, а люди приходят. Ну ладно. И я тоже на следующую лекцию стараюсь, места занимать. Определение 2. Значит, ну, для любого альфа вещественного E в степени альфа – это гамма 1, оно же гамма 2. Ничего, что такое определение? Без единого слова. Ну вот так. Ну да, такое вот загадочное определение. Но по сути, да, мы взяли два множества, нашли у них точные грани, доказали, что эти точные грани равны. Эти множества построены чисто по альфу, да? И положили по определению E в степени альфа – это. Значит, вам в качестве небольшого домашнего задания обдумайте все это, ладно? Потому что мы во вторник продолжим. Начнем с этого обсуждения и свойства экспоненты. Вот, поэтому на сегодня все. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...